Здравствуйте мои дорогие любители пасхалок отсылок и вообще всего интересного в играх Сегодняшний выпуск будет посвящен еще одной игре в стиле Лего под названием Лего Марвел Супер Хирос Переносящий нас в удивительный мир вселенной Марвел А издана она была компанией Warner Brothers Interactive Entertainment в октябре 2013 года Ну и давайте пройдемся по миру супергероев и попробуем найти все интересное что разработчикам удалось от нас спрятать Начнем Небольшую пасхалку отсылающую нас к фильму Чужие можно услышать в одной из миссий от Соколиного глаза Он говорит о появляющихся повсюду клонах Венома что они похоже словно лезут из стен Это как можно узнать отсылка на фильм Чужие 1986 года Где один из бойцов точно так же говорил отстреливаясь от злобных тварей После того как мы доберемся до вертоносца ЩИТа спускаемся в зал управления Где можно поговорить с одним из агентов ЩИТа стоящего под лестницей Сначала он скажет реплику Индианы Джонса из фильма Змеи! Почему это должны быть змеи? А затем бросит комичную фразу Ник Фьюри приказал мне убрать этих чертовых змей с этого чертова вертоносца Это конечно же отсылка к другому фильму Змеиный полет В котором в попытке устранить важного свидетеля террористы подкидывают в самолет огромное количество змей А агент Невил Флинт, персонаж роль которого исполнял опять же Самуэль Л. Джексон Решает этот самолет от них почистить Вот такую небольшую отсылочку создатели решили оставить к другому фильму В котором также снимался Самуэль Л. Джексон В конце первого уровня развивающегося на центральном вокзале Песочный человек цитирует злую ведьму из произведения «Волшебник страны Оз» Когда она таяла, она кричала «Я таю, таю! О, что за мир? Нет!» Прямо перед одним из уровней в кат-сцене Человек-факел говорит, что когда он думает об широкой радужной дороге То его сразу же захватывает ощущение по ней погонять Это, конечно же, отсылка на игры Mario Kart В которых, что в 1992, что в 2014 году Присутствовал самый знаменитый уровень Под названием «Радужная дорога» Путешествуя по городу, можно наткнуться на один плакат Который в точности скопирован с постера к третьему Железному Человеку Только в стиле Лего Также в одной из миссий, когда мы играем за Соколиного Глаза и Черную Вдову Нам нужно будет пересечь небольшой коридор Вступив на который, мы сразу же попадем в ловушку С сеткой из лазерных лучей И где мы такое могли уже видеть? Конечно же, в первой части «Обители зла» Идем далее В городе мы можем встретить один очень интересный маленький магазинчик На витринах которого лежат различные головные уборы И парики героев из другой Лего-вселенной DC Тут можно встретить шляпы Пингвина и Ридлера Клоунскую шапочку Харли Квинн Маску Женщины Кошки А также парик самого Двуликова Вот такую вот пасхалочку оставила компания Лего К другой своей игре по мотивам Бэтмена На седьмом уровне обратите внимание на пролет героев сквозь радужный мост Мало того, что он очень похож на вихрь времени Доктора Кто Так там еще и телефонная будка, которую можно разбить Это четкая отсылка на Доктора Кто Чей замаскированный космический корабль Тардис Выглядит как синяя телефонная будка В миссии, когда мы пробиваемся с боем в замок Доктора Дума В самом начале наши герои прыгают с истребителя супергероев на остров И когда мы уже приближаемся к земле Мистер Фантастик хватает вещь и женщину-невидимку И обретя форму парашюта, плавно спускает При этом упоминая, что однажды уже видел такое в кино Такой момент и вправду присутствовал в одном из мультфильмов А именно в Суперсемейке Кстати, мультфильм Суперсемейка явно является пародией на фантастическую четверку Продолжаем В одной из миссий, чтобы победить нас Магнета оживляет статую свободы И всячески гоняясь за нами пытается уничтожить Точно такой же момент мы могли с вами видеть в фильме Охотники за привидениями 2 Где главные герои, чтобы расправиться с огромным количеством призраков Точно так же оживляют статую свободы И путешествуют на ней по улицам Нью-Йорка Также, впоследствии в свободном режиме Летая над городом, можно будет подлететь к статуе свободы И если немного около нее полетать Она улыбнется и подмигнет нам В небольшой миссии от Дэдпула Когда мы встречаем наших супергеройских друзей на вечеринке Ник Фьюри, после того, как мы собираем из лего частиц диджейский пульт Произносит фразу, похожую на отрывок из книги пророка Эзей Киля Глава 25, стих 17 И ты узнаешь, что имя мне Диджей Когда мои ритмы падут на тебя Похожую фразу мы уже могли слышать из уст Сэмуэля Эл Джексона В другом легендарном фильме Криминальное чтиво Видимо, этот стих, ну уж очень нравится Сэмуэлю Ведь он часто употребляет его в своих произведениях После финальных титров, как и в принципе во всех произведениях Марвел Нас ждет небольшая, но интереснейшая сценка В процессе которой нас знакомят с командой Стражей Галактики Отсылая нас к недавно вышедшему про них в фильму А еще в этой сцене мы видим, как из кустов вылетает персонаж Но очень похожий на Бэтмена И также расправляет свой плащ на фоне Луны При этом Ник Фьюри очень удивляется Ведь его здесь не должно быть И сразу же бежит посмотреть, в чем тут дело Но как оказывается, это всего лишь был еще один персонаж Марвел По прозвищу Черная Пантера Далее, если вы смотрели любой из фильмов Марвел То я уверен, что вы заметили, что соавтор героев комиксов Стэн Ли Всегда участвует в небольшой эпизодической роли Помимо тех моментов, когда нам нужно будет его спасать Есть моменты, когда он выступает в случайных камео Как например, этот забавный танцующий Стэн Ну и перейдем к небольшим секретам Которые интересуют всех по завершению игры Если же мы все-таки спасем Стэна Ли во всех местах Где он случайно находится в опасности А это целых 50 раз То мы получим с вами секретного персонажа Самого Стэна Ли Который обладает почти всеми супергеройскими качествами Умеет стрелять лучом из глаз Выпускать из рук паутину и летать на ней А также превращается в самого Халка А когда мы соберем все 250 золотых блоков То в принципе ничего не получим интересного А только насладимся своим мастерством Ну а завершив сбор всех красных кирпичей Мы получим еще одного секретного персонажа Дэдпула Которым можно будет с наслаждением немного поиграть Ну а на сегодня это была последняя пасхалка Кому понравилось мое видео Не забываем поделиться им со своими друзьями И поставить лайк А также подписываемся на два моих канала С игропасхалками и кинопасхалками И вступаем в мою группу ВКонтакте А под видео оставляем свои замечательные комментарии Ну а на этом все До скорой встречи мои дорогие друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok